Девушки отдыхают Но всё изменилось, когда он внезапно стал добычей для стаи хищников Леса Джорджии стали домом для Джексона Джордана С шести лет, когда он впервые пошёл на охоту со своим отцом В 11 лет он добыл своего первого оленя и научился метко стрелять из ружья и лука Джексон Джордан Я охочусь с луком Я люблю охотиться с луком Для меня одинаково, что сезон охоты с луком, что сезон охоты с ружьём Я люблю охотиться на оленей и хищников Джексон охотится на хищников, чтобы регулировать популяцию диких животных Мы охотимся на хищников, чтобы уменьшить их популяцию Потому что они резко снижают популяцию оленей В штате Джорджия мы охотимся на таких хищников, как пумы и койоты В этих местах много койотов Мы видели их 10, 11, 12 одновременно Мы слышали их лай в лесах Они хотят найти друг друга и объединиться в стаю Хотя койоты поедают в основном мелких животных, типа ящериц и насекомых Они способны убивать и поедать оленей, скот и даже домашних животных Ты промазал Лереми Сасквач Миллер Конечно, койоты — хищники Их называют американскими шакалами Они распространены от Аляски и Крайнего Севера Канады вплоть до Мексики На них можно охотиться сколько хочешь, но они очень умные И от них никогда не избавиться Они робкие и никогда не нападают на людей, как правило Охотясь на крупную добычу, койоты обычно сбиваются в стаю И нападают на животное сзади или с боков Они могут преследовать животное часами, пока не убьют его или не прекратят погоню После того, как Джексону исполнилось 13, отец разрешил ему охотиться самостоятельно Для Джексона эта ситуация была идеальной, и он не мог себе представить, что в его любимых лесах Джорджии ему грозит опасность Когда мне исполнилось 13 лет, папа начал отпускать меня в лес одного Когда он ходил со мной, он разрешал мне убить оленя, но был рядом со мной А когда случалось так, что олень убегал, он не говорил мне, что делать Он разрешал мне самостоятельно набираться опыта, но был рядом со мной Классно! Ты попал! Потрясающе! Пойдем посмотрим! Он знал, что я могу охотиться самостоятельно Для Джексона возможность охотиться одному было то, к чему он стремился После занятий в школе он брал с собой лук или ружье и охотился до темноты Кроме того, это был его способ самоутверждения, как молодого мужчины Охота после школы была для меня признаком независимости Я люблю вести самостоятельный образ жизни Для меня это обыденно Есть! К 16 годам Джексон уже был уверенным в себе охотником Вскоре его уверенность подвергнется испытанию Начав охотиться самостоятельно, я никогда не боялся, что на меня нападут Особенно пумы или медведи и так далее Я был не сильно обеспокоен, мне было нечего бояться Я никогда не знал, что не обеспечиваясь Девушки отдыхают 21 декабря 2003 года Джексон, как всегда, готовился к вечерней охоте Выехав в поле, он не ожидал встретить никого, кроме оленя В конце года было очень холодно Я приготовил все снаряжение и сел в пикап Я поехал в лес и не планировал пробыть там слишком долго Не желая тратить свое время Я подъехал к вышке и остановил пикап в 175-200 метрах от нее с другой стороны ручья Смеркалось и, как я сказал, было очень холодно Я был одет для холодной погоды Я не задержался там надолго Я услышал шум и подумал, что кто-то лезет в мой пикап или что-то вроде того Я немного посидел и решил посмотреть, потому что немного нервничал Джексон возвращается к пикапу Следующие 200 метров внезапно превратятся в самую долгую прогулку в его юной жизни 16-летний Джексон Джордан один охотится на оленей в лесах Джорджии Он опытный охотник и уверен в своем мастерстве Он знает эту территорию и ему на ней комфортно Но затем он услышал и подумал, что кто-то ломится в его пикап Джексон спустился с вышки, чтобы посмотреть Скоро его охота превратится в борьбу за выживание Джексон Джордан Я возвращался к своему пикапу и прошел 50 или 75 метров от вышки, где сидел Я услышал, что позади меня кто-то бежит Подумал, что это олень Я не должен был уходить с вышки и решил вернуться туда Это был койот, решивший повалить Джексона на землю Я повернулся, койот застал меня врасплох и прыгнул на меня Злобный койот вонзил свои зубы в правую руку Джексона Он укусил меня и повалил на землю, а я уронил свое ружье Борясь с одним напавшим, он понял, что за ним идут другие Всего их было трое, они пытались меня загрызть В типичной для них манере койоты скоординированно напали сзади и с боков, повалив Джексона на землю Я пытался сбросить с себя койота Мне было 16 лет, и я такого не ожидал Я начал его бить, делая все, чтобы стряхнуть его с себя Наконец он отпустил мою правую руку Джексон пытался встать, но снова упал, когда другой, койот, укусил его в левую ногу Но на земле рука Джексона упала на его ружье Я снял с предохранителя и выстрелил Я легко ранил одного из них, двое убежали, но тот, кто вцепился в мою ногу, остался Я знал, если попробую выстрелить в него, я могу попасть в свою ногу Я начал бить его ружьем, рукой Делал все, чтобы отогнать его от себя Наконец он убежал Я встал на ноги Они были в лесу, я слышал, как они бегают А я стоял и пытался себя защитить Я не знал, вернутся ли они и на что они способны Койоты попробовали вкус крови и поджидали в лесу Джексон Джордан должен успокоиться, оценить свои раны и попробовать спастись Классно, ты попал Леса Джорджии стали вторым домом для 16-летнего Джексона Джордана С тех пор, как он в 6-летнем возрасте начал охотиться вместе с отцом Но все изменилось за какие-то минуты, когда на него напала стая разъяренных койотов Он сделал один выстрел и отпугнул двух койотов, а с помощью ружья сбросил третьего со своей ноги Лареми Сасквач Миллер Три койота и один охотник Они его оценили и сказали Мы его завалим Вот что сделало их бесстрашными Решив напасть, они разъяряются Но как только он в них выстрелил Они подумали, давайте убираться отсюда Встав на ноги, он не знает, вернутся ли койоты и не будет ли их больше трех Он должен осмотреть свои раны и без промедления спасаться Сначала я взглянул на свою ногу, потому что знал, что он слегка расцарапал мне ногу Но я не чувствовал боли, пока у меня был высокий уровень адреналина Я не знал о состоянии своих ран У меня было слабое кровотечение В штанах, что я тогда носил, было четыре прокола Я знал, что могу пользоваться правой рукой И знал, что повреждения не такие серьезные, чтобы я не мог спастись Раньше Джексон видел стаи койотов до дюжины особей Слыша звуки, доносящиеся из окружавших его деревьев Он спрашивал себя, не собираются ли еще больше койотов возобновить нападение Я видел их 10, 11, 12 одновременно Я знал, что трое — еще ничего Но если их будет 10 или больше, меня ждут проблемы Койот может быть полметра в холке и весить 10 килограммов Но койоты появились 2 миллиона лет назад, в период — плейстоцена Они могут бегать со скоростью 65 километров в час, а их стаи похожи на косяки пираней Только в Калифорнии зарегистрировано 35 нападений койотов Из-за размеров они убивают не быстро, а постоянно кусая жертву Как минимум 2 таких нападения были смертельными В начале 80-х годов 20 века в Южной Калифорнии Они вытащили из собственного двора на улицу маленькую девочку Позже она умерла в больнице от полученных ран Обычно койоты избегают людей любой ценой Из-за охоты на них они ведут ночной образ жизни А если ты их редко видишь, ты не можешь охотиться на койотов Они не боятся людей, когда не чувствуют угрозы В октябре 2009 года 19-летняя певица из Торонто Тейлор Митчелл Совершала пешую прогулку в национальном парке в Восточной Канаде Где её убила стая койотов Это были гибриды с волками У бедной девочки не было шансов Во время нападения на Джексона Прилив адреналина нейтрализовал страх Но сейчас, когда он знает, что койоты поблизости По его венам начал распространяться леденящий страх Тогда я начал бояться за свою жизнь У меня не было времени думать Скорее всего, это был инстинктивный страх смерти Но мне было очень страшно Очень страшно Джексон должен найти укрытие Он должен вернуться в пикап к сотовому телефону Даже если он повернётся спиной к койотам 16-летний Джексон Джордан Охотился на оленей в лесах своей родной Джорджии Когда на него напала стая разъярённых койотов Когда Джексон отступал к своему пикапу Он как бы очнулся от ходящего кошмара Возвращаясь к пикапу, я думал Это произошло на самом деле Но почему? Что я такого сделал, чтобы их спровоцировать? Они приняли меня за кого-то другого Или были голодными? Почему они это сделали? В безопасном пикапе Джексон собрался с мыслями Он взял сотовый телефон И послал сигнал о помощи Я позвонил папе и сказал Слушай, на меня напали койоты А он Ты меня разыгрываешь Он не мог поверить Он был пожарным 28 лет И спросил, всё ли со мной в порядке А я ему Я спешу добраться до дома Выбраться из этой передряги Пока Джексон ехал домой Он наконец смог оценить ущерб Нанесённый ему койотами Возвращаясь домой Я закатал рука в куртке И посмотрел Нет ли у меня кровотечения Между двумя слоями моей куртки Было много материала Койоты не смогли глубоко проткнуть мне кожу А на моей левой штанине Было четыре прокола О ярости их нападения Свидетельствует состояние штанов Которые он тогда надел Он хранит штаны и сегодня Как напоминание Об этой потенциально фатальной ситуации Это штаны, что я тогда надел А это четыре дырки от проколов Эти от двух верхних клыков А эти от двух нижних Джексону повезло, что он не стал Жертвой челюстей койотов Но они могли оставить после себя Кое-что такое же смертоносное Как сказал ему друг семьи Фельдшер Бо Николсон Он сказал, что неизвестно Было ли у этих животных бешенство Обычно в целях предосторожности Делают прививки от бешенства На следующий день Джексон и его отец Поехали в местную больницу Где врач поставил ему страшный диагноз Он осмотрел раны от укусов На моих правой руке и левой ноге Еще недавно уколы делали в живот Со временем процедура изменилась Мне сделали несколько уколов Вокруг колотых ран на моей правой руке Определили 50-60 участков инъекций Вокруг колотых ран После чего мне сделали два укола В каждое бедро Я знал, что уколы будут болезненными Мне говорили, что уколы от бешенства Очень болезненные Я не могу описать, как мне было больно Когда мне прокалывали кожу Моя кожа просто горела Если не сказать хуже Когда ее прокалывали Боль от уколов Можно сравнить с болью от укусов Множество разъяренных ос Но альтернативы нет Бешенство Это мучительная смерть От невыносимой боли Припадков агрессии Водобоязни и комы В истории медицины Есть только один случай Исцеления человека От бешенства без вакцинации В следующую пару дней Мне было очень, очень больно Серия инъекций Спасла Джексона от бешенства И он полностью оправился От своих ран А нападение не заставило его Отказаться от возвращения в леса Благодаря его страсти к охоте После нападения койотов Я вернулся И охочусь в тех же местах Хотя Джексон до сих пор обожает лес Видя и слыша койотов Он мрачнеет Когда я их слышу Моя кожа покрывается мурашками А волосы встают дыбом Даже сейчас Пожалуй, пережитое Джексоном Джорданом Заставило его еще больше уважать Дикую природу И ее Иногда смертоносных обитателей Самый важный урок Извлеченный мной Из нападения койотов Нужно воспринимать Всех диких животных Как должное Мы заняли их среду обитания А они Пытаются ее защитить И все еще делаются Подписываются Все они которые койотов